Это бутерброд, это Новый год. Нет, это вечерний шпиль на Белсате. Маэстро, давай нарезку новостей. Нефтяная война подождёт. Минск буквально живёт и дышит звёздным хоккеем. Он устал, но не уйдёт. Василевич теперь с другим. Снегурочка! Понятой, будешь? Телеканалы «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Звезда». Да, все они выложили новогоднее обращение Владимира Путина на YouTube. И все отключили функцию лайков и дизлайков. Почему? Чтобы это понять, достаточно зайти на YouTube-канал НТВ, где это сделать забыли. Количество отрицательных реакций почти в четыре раза превышает количество положительных. Правда, на НТВ, как и на большинстве упомянутых каналов, отключили комментарии. Ведь что напишут эти несознательные в интернете, если даже на камеру не боятся? В России полный пиздец. Я устал, я ухожу. Авторы YouTube-канала «Острый угол» похоже уверены, что этой фразы от Путина не услышать никогда. Поэтому дали всем заглянуть в будущее. Нам предстоит решить немало насущных задач. В экономике, науке и технологиях. В здравоохранении, образовании и культуре. И главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни. А телеканал «Дождь» показал выступление не Владимира, не Владимировича, не Путина. Вы замечали, что премьер-министр все время спит? А президент не спит никогда. Это потому, что нас много. Тему двойников развили в соцсетях. Автор этого мема пытается намекнуть, а царь-то не настоящий. Россиян, которые за 20 лет подустали от Владимира Владимировича и хотели бы посмотреть в новогоднюю ночь поздравления кого-нибудь другого, все больше. Таких мои коллеги встретили даже в центре Минска. Мы россияне, поэтому здесь живем 4 года для нас. Это, скажем так, относительно новый президент, старый надоел. Смотрим нового. Да, смотрели вчера вечером. Ну, просто, как и все, по традиции. Что запомнилось? Ничего. Ну, белорусы смотрят на первого и пока бессменного президента уже четверть века, поэтому научились находить в его выступлениях позитив. Ничего плохого он не сказал. В целом он пообещал, что жить будем еще лучше. Сам засмеялся. Куда лучше-то, куда уж веселее. Нет, Александр Григорьевич обещал кое-что другое. И 2020-й не будет исключений. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний. Да, за 25 лет Лукашенко сумел частично опровергнуть давнюю формулу, которую ему приписывают. Жить будем плохо, но недолго. В Украине показали промо-ролик нового сезона «Слуги народа». Шучу-шучу, конечно, я о новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. За 13 минут в кадре, кроме президента, появилась масса известных и обычных украинцев, но не было государственного флага. А многих возмутила эта фраза. Но в целом это обращение было настолько не похоже на то, что за 20-30 последних лет наблюдают жители постсоветских стран, что вызвало немалый положительный резонанс, преимущественно в России и в Беларуси. Вот только некоторые цитаты из сети. А вы посмотрели обращение Зеленского? Это же разрыв вообще! Ну вот, человечный человек! Сильно, убедительно. Дай бог, образцовое обращение президента. Оглушительно круто! Лучшее, что я слышал. Соседям президента, наверное, обидно. Вот и белорусская поэтесса, и телеведущая Валерина Акустова присоединилась к хору восхищенных соотечественников. Сделано профессионально, нестандартно. Креативно даже пробивает на сдержанную человеческую и патриотическую слезу. Но замечает она далее. Нет никакой конкретики. Зеленский талантливо увел отважного. Что сделано им за время президентства? А что запланировано на следующий год? Какой быть стране? Чего ждать? Но пока в Украине президент все еще не до конца вышел из роли шоумена, в Туркменистане руководитель страны все больше вживается в роль массовика-затейника. В канун Нового года Гурбангулы и Берды Мухаммедов во время праздничного концерта сам сел за диджейский пульт. 1, 2, 3, 4 А в Беларуси прошел бал во время чумы. А нет, венский бал. В вальсе закружились премьер Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Качанова, министр иностранных дел Владимир Макей. Вот этот джентльмен с бабочкой, министр образования, член коммунистической партии. Ленин в этот момент, наверное, в Мавзолее не то, что вальс, а яблочко отплясывал. Сталина на таких нет. Мария Василевич, которая за год с прошлого балла успела сделать карьеру и получить мандат депутата, в этом году предпочла сменить партнера. Как бы Беларусь в новом году президентских выборов не последовала ее примеру. Великолепно, дамы и господа. Потрясающе. Не знаю, как вам, а мне это что-то напомнило. Я в восхищении. Давайте посмотрим еще раз. Но бал прошел, и карета, как говорится, превратилась в тыкву. Минск оказался в состоянии очередной нефтяной войны с Россией. Уже в первые дни нового года появились сообщения, что поставки сырья из России на белорусские НПЗ прекратились. Как ответил Лукашенко, он пока занят готовиться к турниру по хоккею. С газом ситуация получше, но цена на голубое топливо согласована только на первые два месяца года. Так что, возможно, на следующем венском балу будут подавать шампанское без пузырьков. И это была рубрика «Хорошим танцорам ничего не мешает». А в вечернем шпиле викторина «Что? Где? Почем?» Вот информация, которая любого белоруса впечатлит больше новогоднего выступления Лукашенко и даже Зеленского. Украинцев, среди которых, согласно недавним опросам, аж 66% симпатизируют Лукашенко, эти цифры тоже удивят. Так вот, с 1 января в Украине минимальная заработная плата повысилась на 550 гривен и приблизилась к отметке в 5000 гривен, что в пересчете составляет почти 200 долларов. В Беларуси минималка тоже увеличилась, но по курсу это на 10% меньше, чем у южных соседей. Итак, вопрос к знатокам. В какой стране больше пяти лет идет война? Продолжаем. В Беларуси с 1 января власти повысили цены на газ для населения. Примерно на 2,5%. Получилось по 200 долларов за 1000 кубов. При этом правительство Беларуси покупает голубое топливо у «Газпрома» по 127 долларов. Папа у Коли силен в математике. А в это время госкомпания Польши снижает в очередной раз цены на газ для населения практически на 3%. Вопрос к знатокам. Варшава или Минск? Кто из них 20 лет интегрируется с Москвой? В ушедшем году российские пенсионеры стали еще богаче. Простите, оговорился. Российские миллиардеры стали еще богаче. По подсчетам Блумберга аж на 21%. Владимир Владимирович, надеюсь, пенсионеры не отстают? Зимы стали настолько теплыми, что снега нет даже в центральной полосе России. Но не везде. Аномальный снегопад прошел над одним поместьем на Волге. По совпадению, это дача премьер-министра Дмитрия Медведева. Фото опубликовал оппозиционер Алексей Навальный. Он утверждает, что снег не сам выпал, а за это заплатили российские налогоплательщики. Но, может, Дмитрий Анатольевич просто очень, очень хорошо себя вел в прошлом году. И это заметил дедушка. Я больше не хочу влачить жалкое существование в этой стране. Это цитата из заявления 18-летнего Глеба Тихончука, который в новогоднюю ночь совершил нападение на милицейский участок в белорусском Верхнедвинске. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, совершил нападение на Верхнедвинске РОВД. Молодой человек планировал напасть на РОВД, чтобы завладеть оружием. До цели он так и не дошел. А бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела охраны. Перед этим он сам вызвал наряд. Прибывшие милиционеры попытались задержать молодого человека, однако он ударил их ножом. После оказания медицинской помощи милиционеров отпустили домой. Глеб Тихончук заявил в соцсетях, что был вдохновлен поступком 39-летнего Евгения Манюрова, напавшего в Москве на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке. В главном печатном рупоре государственной пропаганды газете «Беларусь» сегодня уже все объяснили. Попробую догадаться. «Причина радикализации в несменяемой, неэффективной, авторитарной власти, отсутствии свободы слова и собраний, в убийствах лидеров оппозиции». А нет, что это я? Господин Муководщик пишет, что виноваты независимые СМИ, журналисты и интернет вообще. В 2020 году все у нас будет хорошо, заявил Нурсултан Назарбаев. Нет, это не выдержка из последнего новогоднего поздравления Елбасы. Такой прогноз Назарбаев делал в 2016 году. Мы находимся сейчас в кризисе. Я надеюсь, что мы начинаем из него выходить со следующего года. С 2020 года даст Бог. У нас будет хорошо. Если Бог даст, как будто мы не знаем, кто в последние 30 лет в Казахстане Бог. Хотя теперь роль президента играет другой. Ему и расхлебывать. Вот и Владимир Путин еще на старой должности председателя правительства наобещал россиянам такого. 12 лет пролетели незаметно. И чтобы исполнить те задачи, сказочному руководителю нужна помощь сказочного персонажа. Финляндия. Снизить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января. Готово. Кто у нас там следующий? Россия. Так-так. Что же российские власти пожелали на 2020 год? Хо-хо-хо. 2700 долларов в месяц средняя зарплата. 100 квадратных метров квартиры на семью из трех человек. Доля от добычи нефти для каждого гражданина. Да это самая лучшая власть в истории. Повезло россиянам. Ну, исполняю. Грабли на башню. Замри, старик. Ребята, вы кто? ФСБ, опусти печать. А что, собственно, вам надо? Этот документ является экстремистским. Будем переписывать. Берите ручку. Ладно, ладно. Поднять простым людям минимальную зарплату на 850 рублей. На 13 долларов? Да. Господи. Что еще для простых людей? Для простых все. Как все? Вот так. Пиши дальше. В 2020 году повышение штрафа в ГИБДД. Плата за ЖКХ. Плата за проезд. Плата за парковку и эвакуацию. Платон. Налог на самозанятых. Повышение налога на доходы. Повышение НДС. Вы в своем уме? Это ж геноцид. Это бюджетные корректировки. Люди вам этого не простят. Пиши дальше. Интеграция с Белоруссией. Это не ко мне. Это к другому, дедушке. Достроить Северный поток-2. Чтобы все мои придворные олени попали под санкции? Я же не Путин. Ладно. Каждому ФСБшнику по розовому единорогу. Единорогов не существует. Тогда все должны любить и обожать президента России. Уж что там насчет розовых единорогов. А сейчас рекламная пауза. Правда, реклама, так сказать, социальная. Авторы YouTube канала 0913 продакшн создали ролик для россиян. Но он будет близок и миллионам их соседей. Автозак из камин. Автозак из камин. Автозак из камин. И шутки, похожие на новости. Это был «Вечерний шпиль» на телеканале «Белсад». Увидимся через неделю. «Вечерний шпиль»